Всем привет! С вами Шима. Очень рада видеть вас на своем канале. И сегодня ко мне пришла посылка с карандашами Prisma Color. И я вам расскажу свои первые впечатления. Это будет влог, влоговое видео на художественную тему. Долго я выбирала, какие цветные карандаши мне купить. Все-таки я Prisma Color взять, потому что ревью у них отличные. И посмотрела, что ими люди рисуют. Я думаю, я рисую не хуже их, честно говоря, и смогу тоже ими что-нибудь нарисовать дельного. Выбор на них еще пал не только потому, что им хорошо рисуют, а потому что они раза в два дешевле, чем тот же Faber-Castle. Не единственный материал, которым я рисую, поэтому, конечно же, нет смысла тратить столько денег и лучше больше цветов взять. Что меня ужасает, это вот эти вот их обложки. У каждого набора этих карандашей просто чудовищное оформление. Вот эти вот рисунки. Я бы, если бы увидела эту обложку без ревью на эти карандаши, я бы в жизни не взяла. Их 72 цвета я взяла, потому что больше лично мне не надо. Я их и смешаю прекрасно. Также там есть 130 с лишним, 150 цветов. Разложены они были как-то очень неудобно. Везде разные цвета перемешаны. Сейчас я здесь сделала оттенки для кожи. Здесь красные всякие, коричневые. Здесь серые, нейтральные с черным. Теплые, желтые всякие. Здесь зеленые, синие и два карандаша металлика с золотой и сереброй. Также сразу призмакала, взяла точилку, которая делает длинный кончик. То есть у них сейчас вот такой, а будет вот такой. Конечно же, когда рисуешь цветными карандашами, это не до... Они мягкие и не до... И не до того, чтобы все время точить их резаком. Также от этого же марки взяла блендеры смешивать цвета. Маркер-блендер, ластик какой-то специальный. Не знаю, я им никогда не вработала. Сейчас посмотрим. Расскажу потом, что за ластик. Точилка обычная, но она вряд ли мне понадобится. Вот тут удлинитель карандаша как раз мой куда-то пропал уже давным-давно. И клячка. В общем, все решила от одного бренда взять, чтобы... Ну, я думаю, они как-то продуманы друг для друга. Для рисования я взяла обычный крафт-бук. Он с плотными довольно-таки страницами. Мне нравятся, как на тонированной бумаге выглядят рисунки. Да и вообще у меня крафт-бука не было, поэтому на Амазоне заказала. Также еще заказала акварельную бумагу, но ее пока не доставили. Вернее, доставили, у нас не было дома. Поэтому потом тоже вам покажу. Крафт-бук у меня формат А4. Мне кажется, самый такой ходовой формат. Ленточка и тут у нас странички. Странички довольно-таки плотные. То есть плотность примерно как у Ватмана. То есть не как вот такой крафт тоненький, на котором мы картоны в институте рисовали. По текстуре. Тут с одной стороны он более гладкий, с другой менее гладкий. Но текстура не супер шершавая, в отличие от пастельной бумаги. Поэтому здесь будет реально что-то толковое нарисовать. Из того, что мне не очень нравится. Мне не нравится, что здесь нет перфорации. Хотя с другой стороны все равно, когда перфорация, это неаккуратный отрыв идет. И в любом случае придется резаком аккуратно отрезать. Можно просто по линейке прочертить линию. И тем более рисунок все равно не будет на всю страницу. Он будет на части ее только. Палого детства, в общем, я буду рисовать цветными карандашами. Сейчас поточила карандаши новой вот этой точилкой от Prismacolor. Очень удобно, что здесь нарисовано, какой грифель будет после какого гнезда. То есть, какое гнездо, как точит грифель. Мне понравилось. Очень удобно, очень быстро, очень острое лезвие. То есть, хорошая точилка, советую. Вот это ужасная точилка. Derwent. Тоже тут два гнезда для широких карандашей, для узких. Отвратно точит, ломает грифели. Вот это лучше намного. Кстати говоря, вот здесь в наборе у меня шла маленькая точилка с блендерами. На самом деле она точит один в один, как вот эта большая. И кто купил такой набор, вот это вам нафиг не нужно. Вот. Я заточила вот эти два карандаша вот этой точилкой. То есть, вы видите, у одного грифель короче, у другого он длиннее. Я брала ее исключительно для длинного грифеля. И вот этой маленькой я заточила точно так же. То есть, она так же точит длинный грифель, как и большая. Для компактности, для переездов, конечно, вот это намного лучше. И не надо много места. Но для работы стационарно, вот это удобнее за счет того, что не надо думать там к ведру ходить, нагибаться, точить. А так ты работаешь быстро, поточил внутрь. И не надо убирать там, не бояться промахнуться мимо мусорки, чтобы вот эти деревянные остатки оставались. Тут у меня с блендером шел графитный карандаш, насколько я поняла. Видимо, он для каких-то там скетчей, либо для того, чтобы намечать рисунок. Забыла вам показать, какой фирмы. У меня крафтбук вот этой фирмы. Скетчбук, крафтбук. Я его, конечно, как скетчник не буду использовать. Не вижу смысла такие гигантские скетчи делать и на такой хорошей бумаге. Поэтому здесь я буду именно рисовать карандашами. Никогда не рисовала я блендеру, не пробовала. И этими карандашами тоже. Поэтому сейчас посмотрю его в действии. Сравню смешивание цветов с блендером и без. В принципе, гладко довольно-таки они рисуют по этой бумаге. Поэтому мне нравится текстура. Такая неплотная, твердые карандаши. Не мягкие. Я люблю твердые карандаши. Тут сейчас смешаю вместе. Снимаю с рук. Тут они и так отлично смешиваются. Сейчас посветлее возьму цвет, чтобы было контрастней. Этот цвет не близкий по тону, поэтому его будет сложнее смешать. Так вот, снимаю с рук, потому что лень мне ставить штатив. Иначе я либо вообще не сняла бы для вас это, либо я вот тут смешивала без блендера. Добавляла бы еще сюда. То есть смешивала бы здесь так же, как копик маркеры. То есть сначала все залила основным цветом, потом сверху более темным, потом опять сравняла более светлым. Да, кстати, без блендера реально все. И так смешать. Ну, может он ускорит процесс? Он бесцветный. Очень неприятный скрип он издает. И на самом деле с ним еще фиговий. Так что блендер я не советую вам покупать. То есть я вообще не вижу, чтобы он что-то тут блендерил. Он просто сдирает, как будто бы вот этот вот нижний слой. Не, в общем, блендер, вот этот вот набор я вам не советую. Сейчас посмотрим, как работает блендер-маркер. И сейчас тут же посмотрим, как работает блендер-маркер. Я так понимаю, это тот же принцип, что и у маркера копиков. У них есть блендер. Ну, пока тоже я особо не вижу какой-то разницы. В общем, в любом случае, там, где я делала просто карандашами, переход мягче и лучше. Может, я, конечно, ничего-то не то делаю. Я первый раз вообще этим делаю. Не особо гуглила. Если вы рисуете цветными карандашами, и я что-то не так показываю, вы мне, пожалуйста, напишите. Может, это вообще для каких-то других материалов. Я не знаю, не для этих карандашей. Посмотрим ластик их, который написан. Супер ластик там какой-то. Как он стирает? Ну, с таким усилием я стираю. Мне кажется, тонкую и аккуратную линию хрен сотрешь. Но стер. Почти до конца стер. Не до конца, но почти. Да, аккуратную линию им вытереть нереально будет. Так, сейчас возьму свой ластик, которым я всегда работаю. Сравним. Он мягче намного. Приходится много раз стереть. Но стирает он точно так же в конечном итоге. Попробую тонкую линию вытереть. Тонкую, да. Тонкую не получается, потому что карандаши очень плотным слоем линия. Сейчас попробую ластик Кахенур. Он чуть жестче, чем мой. А ластик, которым я всегда пользуюсь в рисунке, это либо Фактис, вот здесь Фея первая, либо Рейд Калор. В общем, такие овальные, мягкие ластики. Вот этот Кахенур более жесткий. Посмотрим, как он стирает. Вот Кахенур лучше всех стирает. Поэтому для этих карандашей я советую Кахенур. Быстрее всего. Поэтому, короче, вот этот набор, вообще нет смысла его покупать. Точилку есть смысл покупать. Для дома работать. Если в поездку, есть смысл покупать вот такую маленькую. Держатель для карандаша хотя бы. Мне пригодится и на том спасибо. А стоил он, между прочим, если на рубли почти 1000 рублей набор. Также тут была в наборе клячка, но у меня клячик много, поэтому это для меня тоже небольшой плюс. Сейчас хочу посмотреть, как один цвет перекрывает другой здесь. И вот эти поры бумаги убираются. Это хорошо. Значит, можно реалистичный рисунок делать. Сейчас хочу это перекрыть прям совсем другим цветом. Посмотрим, насколько он перекроет. В принципе, перекрывает хорошо. А вот если он чистый? Прикрывает хорошо, но не полностью. Но все равно. То есть на слое не такой оттенок остается. За счет нажатия можно какой-то бленд тоже сделать. То есть мягко-мягко вот такой переход сделать за счет исключительно нажатия. Сейчас попробую еще маркером сверху вот такого варианта. Ну, в принципе, когда я уже сама сделала такой переход мягкий, маркер прям совсем его так нивелирует. То есть получается еще мягче, но не знаю, мне это меньше нравится, чем когда я сама делала переход. То есть маркер он как-то прям сгладил совсем. Хотя тоже я не вижу большой разницы между тем, как я сделала переход и этот маркер. Так, в следующем я хочу попробовать белый карандаш, как он перекрывает. Тут уже, конечно, когда вот такое гладкое, сложнее рисовать. На шершавом лучше отдается пигмент. То есть здесь будет сложно высветлить. Здесь, чем меньше слой карандаша, снизу тем удобнее и легче высветлить. Но на самом деле так неприятно. Он скользит как-то по поверхности. То есть если нужны светлые участки, придется их сразу как-то по тону все правильно рисовать. Либо стирать и заново рисовать. Но хорошо, что они стираются легко. То есть можно высветлить, но все равно с аккуратностью вот здесь вот будут проблемы. Сейчас хочу попробовать карандаши металлики. Действительно ли они металлики? Это серебряный и золотой. Скорее он какой-то такой... Скорее он бронзовый. В принципе, вот так под углами видно, что это металлик. Обычно те, кто рисует цветными карандашами, они сверху рисуют белыми ручками все блики. Поэтому посмотрим, как она будет тут работать. Вот эта ручка. Обычно гелевая белая какая-то, не профессиональная. Вот эта профессиональная. Джейли Ролл. Вот они одинаковые у меня все. Одной фирмы. Вот она на... Обычно на бумаге. Как она рисует на карандаше. В принципе, хорошо. Вот тут даже по самому гладкому она прекрасно рисует. Нет никаких проблем. То есть, ничего не скользит, не скатывается в капельки. Прекрасно рисует и по чистой бумаге, и по этому. Сейчас сравним с более дешевым вариантом. Сейчас вот проведу прямую линию этой. И вот этой. То есть, вот тут гелевый шарик постоянно засыхает, залипает как-то. В общем, видите, нифига она не рисует, хотя там вон сколько еще чернил этих белых. Вот просто гель полился какой-то. Это самые известные белые ручки. Джейли Ролл. Они в районе 100-150 рублей стоят. Во всяком случае, когда я их в Москве покупала, они продаются свободно в художественных магазинах московских. Ну и последнее. Это вот этот карандаш, который был у меня в наборе Ebony. Jet Black Extra Smooth. Хочу посмотреть. Это просто обычный мягкий карандаш. По мне так это где-то 6B. Хочу посмотреть, как по нему будет по обычному простому карандашу рисовать эти карандаши, потому что обычно другие материалы, когда накладываются на грифель графитный, они плохо ложатся. Тут ложится отлично. То есть, нету здесь никаких пробелов. Абсолютно равномерно. Мало того, я даже думаю, можно их сблендить. То есть, их можно стушевать между собой. Главное, ни в коем случае не давите сильно. Вот здесь вот надавила, сразу бумага промялась. Да, можно их между собой смешать. В общем, на этом буду заканчивать свой влог. Моё первое впечатление о карандашах, о сопутствующих товарах к этим карандашам. Если вам интересны такие видео, то пишите в комментариях. Вводу и в будущем распаковку своих художественных материалов и первое впечатление записывать в реальном времени, а не после уже оставлять ревью. Хотя ревью, конечно же, я тоже, когда ими попользуюсь по-человечески, я оставлю. На этом с вами прощаюсь. Желаю всем отличного настроения. До новых встреч. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»!